Привет, дружочки-пирожочки, с вами товарищ Сафронов, и я тут, Галамарт, зашёл в такой магазин, тоже типа низких цен, типа фикс-прайса, и решил там почёкать некоторые игрушки, посмотреть, хорошие они или плохие, разобраться с вами. И знаете, что я нашёл? Самый настоящий трэшерс, точнее, самый поддельный. Баум! Бей, доставай, называется эта штуковина. Да, это под брендом Игролэнд, он, я знаю, не только в Галамарте и в других городах. Я видел у Шира фотки и некоторые игрушки Игролэнда, тогда, когда я в Галамарте видел, что это в целом, это бренд Галамарта, я так понимаю. И вообще, я думаю, что это где-то там один такой, знаете, типа концерн, всё это, просто называется всё по-разному. А как с фикс-прайсом? Play the game, и это фикс-прайсы есть. Так, смешерс, это такие яйца, напоминаю, которые нужно было разбить, и там был динозавр. И они довольно дорогие, особенно у нас. Я заказывал в США, и, соответственно, хотя я здесь тоже покупал, но дорого, и они пропадают в серии. А тут Галамар, и тут смотрите, какой сет. У нас есть яйцо, у нас есть вулкан, у нас есть ещё яйцо, у нас есть молоток, безумный смайлик из как будто этих колобков, или как там назывался этот сериал про смайликов. Настольная игра называется это, бей, доставай. Бей, доставай, да. Ну, конечно, слово-сочетание, бей и доставай. Так, друзья мои, если хотите видеть больше видео на всякую дичащую, приколюхую, всякие игрухи, лайк этому видео, поддержка от вас такая. Потому что, вы знаете, YouTube штормит, и канал поживает тяжело, проживает тяжёлые времена. Ну, а тем временем, я думаю, что ж там внутри? Узнаю? Нет. Вопрос. Там внутри вопрос. Настольная игра. Попробуй разбить яйцо по очереди, кто окажется удачливее. Есть ли там сюрприз или нет? Я не понимаю. Но на всякий случай я заказал, взял три. Потому что они стоили, внимание, внимание, по 59 рублей. 59 рублей. Ну, а там по акции какой-то скидки, но в целом 59 рублей за двух смешерсов. Я очень надеюсь, что там подделки смешерсов, а не просто яйцо. Конечно, с другой стороны, это 59 рублей, и, возможно, это просто яйцо. Яйца как эксклюзивный смешерс золотые, непростые золотые. Как будто я нашёл, знаете, редкую, редкую яйцо нашёл. Так, а что такое? И теперь достаем. Настало время достать, узнать, разбить, доставать. И у меня будет что? Три молотка, да, получается? Так. Да. Вот у меня молоток и яйца. Молоток деревянный, просто деревянный молоток. Что я буду с ними делать, я не знаю. В молоточке. Или изображать, знаете, такого славянского тора. Славянский тора Туперун, да? Ну, типа, ладно, типа, я буду говорить, молния заела. Ой, заела молния, заела. Ну, в общем, понятно. Вот. Как и китайская версия смешерс, так и китайская версия тора меня. Так, достаем одно яичко и достаем второе. А нет, там что-то есть внутри. А что-то есть ещё в этой коробке? И? А? Ну, а знаете, почему они сделали это? Потому что они, видимо, не понимают систему игрушки сюрприз. Внутри больше ничего нет. А как будто должно быть, смотрите, да? Так сделали подкладочку. Ну, то есть, зачем делать здесь красиво? Как будто здесь что-то должно быть. Короче, возможно, это потом для хранения. У нас есть насест, есть зелёные колобочки какие-то, ещё что-то. Бить мы должны где? То есть, у нас есть, смотрите, яйцо. А вот здесь вроде ничего нет. Слушайте, здесь пустое как будто. Проверим, варёный или нет? Варёный. Так, лайк, если знаешь, что так проверяются, как и как проверяются. Это подставка смешерсов. Кстати, у меня их что-то где-то даже, не знаю, прикольно. Подставка под смешерсы. Чуть ли не в каких-то эксклюзивных наборах была, или в больших наборах. Здесь как бы можно получить её. Ну, понятное дело, что это подделка, но никакого отношения к смешерсу, да? Смешерсу, к этим динозаврикам. Ну, которые там тоже из этих яиц. Также у меня были большие яйца, помните, там слаймы всякие. И собирали больших динозавров. Так, все эти ролики есть, можно с Афроном Смешерс набрать. Смешерс по-английски. В поиске на YouTube и посмотреть. Ну что ж, давайте разбиваем первую и узнаем, есть ли тут у нас сюрприз. Короче, вот по этим граням должна она разлететься. Игрушка. Это яйцо должно разлететься. А потом его, по идее, благодаря вот этой штуке можно и собрать. Но собирать смешерсы было тяжело. А это я не знаю. Ладно, давайте, и... Оооо, разбилась на кусочки. И там внутри оказалось что-то. Она разбилась на кусочки. Это игрушка, специальная разбивалка, деструктивная. Вот такие кусочки остаются. Слушайте, пластик прям как в настоящих смешерс. Я бы не сказал, что это прям поддельно. И что-то внутри. Что-то внутри есть. Ну, что это? Это динозаврик из смешерс? Или что? Я не понимаю, что это. Я вижу какие-то части. Это его конструктор. Конструктор кого? О, господи! Неужели мои догадки... Неужели мои догадки будут отгадки? Неужели это... Это не смешерс? Кто мог оказаться в яйце? Динозавр? Может быть, птица какая-нибудь? Нет. В яйце оказался. Оказался в яйце. Вот так мы вставляем сюда. Закрываем. Тють. Это кто уже, наверняка, кто-нибудь уже догадался, что это такое? Если я правильно помню, это игрушки из киндер-сюрприза были. Вот так вот, смешерс из киндер-сюрпризы. Это, короче, вот такая игрушка-приколюшка, которой можно крутить пузо. Вот шарик в пузе или на спине. Не в данном случае, я не помню, там. И у нее будет вращаться голова. Она может... Нет, нет, нет. Какой-то хомяк. Какой-то хомяк с железной пластиной. Кано. Ооо. Вот такой. Внутри яйца оказался хомяк. Вот неожиданно. Не динозаврик, не динозаврик. Что же окажется во втором? Давайте посмотрим, интересно же. Так, во втором. И давайте. И... Второе яйцо разбили. И там... Короче, там, походу, поддельные игрушки из киндер-сюрприза. Хм. За 59 рублей мы не получаем ни одной шоколадки, но... Яйцо. Как собирается яйцо, лучше посмотрите у меня в обзорах. Потому что я вот это вот сейчас, мы полчаса будем делать. А тут, между прочим, инструкция по сборке даже есть. Карабинчик. Так. Лягушончик. Это лягушка. Это лягушка, но... Она какая-то непростая. Что она делает? Она... От Пенни пришла. Посмотрите. Вот такая лягушка, и она... Как будто нету половины её тела. И она, по идее... Вот так вот монетку. Но это очень странная фигня, конечно. Не покрашена, ничего. Просто вот такая вот... А, глаза. Глаз у меня где-то отпал. Один глаз у лягушки. Она не покрашена, но глаза, типа, могут быть. Вот один глаз. А может и там есть? А, ой, и того есть глаза. Друзья мои, у холмов есть глаза. Вот сейчас мы сделаем лягушку. О, точнее, у хомяков есть глаза. Если вдруг не знали, вот они. Их просто надо приклеить. Шутка, не клеить настоящие глаза. Ой. У неё просто есть такие бездушные точки. А тут мы, типа, клеим. И у нас получается милый хомячок. Милый хомячок. Милый, сладкий котик. Почиши-ка мой животик. Вот такой будет безумный, безумный хомяк. С вращающейся головой. Но у него, типа, вот так. Вот. И у нас, короче, это игрушки, я так понимаю, из киндера. Но только, как бы, дешёвый какой-то вариант. Ха. Интересно. А это мы яйцо, типа, нижняя часть, две боковые. По идее, вот эта штука для того, чтобы, должна быть используема, как минимум. А, нет, вот нижняя часть, да? Нижняя часть. Как минимум должна быть, чтобы собрать яйцо. И оно собирается. По идее. Так. Дальше. Вот так. Короче, сейчас, если я с первого раза у меня не получится собрать, то, как бы, и не будем. Просто посмотрите ролик. Ага. Не получится. Ну, короче, вот так вот надо... Это занятие. На какое-то время. Ну, кто наверняка приловчился, тот быстро собирает. Короче, и потом вот это сверху. И сверху. А, нет, вот эта нижняя часть. Вот эта нижняя часть. Так, еще разочек. Нет, все-таки. Хватливый ум, знаете ли. Чего не сделаешь для зрителя. Нет. Это не для зрителя. Это для себя. Это превозмогание самого себя. Я помню, как я мучился с этими трешерсами. Там обзор был меньше, чем я собирал. Но потом за кадром эти яйца. А потом они у меня как-то я начал переносить. Собрал ролик, знаете. Начал переносить, они у меня упали коробкой. Все разбились. Я такой, нет. Думаю, как жаль, что этого... Моих мучений никто не видел на видео. Так, и тут вот самое сложное. Это вот это вот установить. И вот, да, видите, она не получилась. Так. Ну что, Данила, мастер? Не выходит. Не выходит каменный цветок. Ты слабительного побей. Так. Во. Во-во-во-во-во. Типа того. Слушайте, собралось, собралось, да? Почти что-то, почти что-то. Ну, вот, видите. Почти. Короче, будем считать, что собрало, но почти. Но почти. Давайте же посмотрим остальные. 59 рублей. Я такой, во-во-во-во-во. Щедрость. Щедрость. Давайте посмотрим, что внутри еще. Лайк. За то, что показываю всех сразу в одном выпуске. Друзья мои, с вас подписка обязательно. Если у вас есть подписка, то отпишитесь, подпишитесь заново. Так YouTube будет думать, что все в порядке. Точнее, он тогда, я не знаю, что будет думать. Он будет противодействовать. Короче, здесь опять молоток. Опять два яйца. Все, вот такая вот история. Два яйца. Давайте следующую распакую. Сейчас будет набьем яиц. Прикольно, конечно. Ну, знаете, на какой-то там муниципальный. Городской праздник. Подарки детям. Вот такой вот. Да, типа, обычно дарят какие-то такие штуки. Ну, я не знаю. Можно и своим подарить. Если вы хотите им устроить муниципальный праздник. Ну, типа, а так просто обычно там какие-то фейковые конструкторы. Лего на Олимпиадах на каких-нибудь еще чего-нибудь. Типа, что-то надо подарить, а денег вроде жалко. Да, а тут вот как бы и фигурки. Нет, на самом деле это хоть веселух. 59 рублей. Короче, голомар. Кого надо ищите там. Я случайно нашел. Причем, в котором я был в голомарте, там все это было распихано. Так, знаете, некрасиво. Так, давайте бьем. Укатилось. А давайте без этого, без яйца одну. Разбили. И тут у нас еще одна лягушка. Слушайте, это то есть просто розового цвета. Я не буду собирать. Так, подождите-ка, сейчас мы его узнаем. Может быть и не стоит покупать сразу несколько. Хомяк. Только с другим пузом. Тот же хомяк. Да. Такого же цвета, только пузо другого цвета. Следующее. Следующее. О, это что-то новое. Тоже, это киндеровская тоже игрушка. Я думаю, что здесь просто не очень много вариантов. Вот, у нас здесь есть глаза. Опять. Пружинистая какая-то сова. Сова объен. Ну, кстати, нормально. По качеству не сильно уступает к киндеру. Пока чуть-чуть. Чуть-чуть. Уступает, но чуть-чуть. Вот какие-то есть. Видите, кусочки пластика торчат. Вот. Вот такая вот сова. Вот такая вот сова. Типа раз. И пяу. Пяу. Самый глупейший, глупейший игрушки киндер. Вот. Киндер сюрприз, короче, в смешерс. Новый смешерс. Надо вот так, превьюшечку. Новый смешерс. О, 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 о. Подождите. Делаем превьюшечку. Убираем киндер. Пусть подумают, что это такие смешерс, да? Смешерс. Или вот так. Или вот, давайте вообще без этого. Вот так. О, золотые. Гора золотых яиц. Смешерс. А на деле это киндер. Как провел меня Галамарт, так и я в превью проведу. Кликбейт. Ну, не кликбейт. Все, все, все в ролике. Типа это новый, как бы, для меня новый, новый смешерс. Ну, яйца определенно смешерс. О, еще новое что-то. Четыре уже игрушки. То есть, там повторки. Видите? Но, значит, не всего две. Я просто думал, что всегда будет хомяк и лягушка. А здесь это какое-то существо с крыльями, между прочим. А это существо с хвостом. Пенни. Нормально? Нормально. Отвертку взяла. Так. Крылья отламываем. А, я понял. Это почти как лягушка, только какая-то типа птица с крыльями. А куда крылья-то вставляются? Здрасте, приехали. А, вот сюда. Вот такая. Ну, типа, возможно, там будет два вида. То есть, вот как я думаю, что два вида, скорее всего, этих игрушек. То есть, крутящиеся вот с этими животами и вот так. Ну, короче, гламарт всегда, как всегда, в своей репертуаре дичь дикую всякую впаривает. И, типа, красиво это упаковывает. Игра лэнд. Окей, хорошо. Вы думаете, что продавец не ответственный за продукцию, которая продает? Ответственный. Это такие отговорочки. Вот. Так. Вот такая вот история. Вот у нас такая странная. Такие игрушки. Короче, вы посмотрели. Я вам показал, друзья мои. Вот в Галамарте нашёл странные вещи. Если вам нравится смотреть странные вещи, то есть, вот у меня куча яиц. Зато, как бы, прикольно, что эти яйца. И где, кроме Смешерса, возьмёшь? Нигде. Вот эти киндер-штуки пигня. А то есть, считайте, вот вы здесь получаете вот золотые яйца с подставкой, с крутой. И ещё деревянный молоточек. Вот. Это хорошо, но ещё какая-никакая игрушка. Короче, вот. Кому интересно, рассказал. То есть, спросите у меня там всякие дешёвые аналоги и так далее. А что, вот купить дешёвое? Вот ты показываешь брендовое. Нет, видите, и вот на такое тоже времени и денег хватает, чтобы показать. И вы поддерживаете видос лайками, хотя бы так, немножечко компенсируете. Спасибо большое, всем пока, удачи. Хороших вам игрушек и разных приколюшек.